В этом видео мы сделаем классный синт для такого жанра, как трэп, при помощи самой обыкновенной пилообразной волноформы и с помощью интересных фильтров. Они находятся в папочке Miss. Вот здесь вот самая последняя папка фильтров. Первый фильтр это Comps. Фильтр, являющийся комбинацией фильтров. Смотрите, какой он сложный. Также вот фильтр, который искажает высоту тона. И вот фильтр, который имитирует эффект отражения от стен, то есть реверберацию. Чтобы вам было понятнее, как использовать этот звук в контексте трека, я подготовил вот такой вот трэповский бит. Тут все просто. Кик, снейр и 808 бас. Еще я сделал небольшую мелодию. Обыкновенная пилообразная волноформа пока что звучит. Я еще сделал модуляцию высоты тона. Сначала поднимается на 4 полутона, потом опускается на 4 полутона. Вот как звучит. Открываем наш синтезатор сиром. Сделаем как можно больше голосов и как можно сильнее их размажем по пичу. Вот такой вот получается фестивальный, так сказать, тембр. Здорово звучит. Однако прикольно, да. Но в трепе обязательно должна быть реверберация у главного синта. Без реверберации никуда нельзя деться. Поэтому мы ее смело можем добавить. И конечно же нужно сделать еще и пошире по стереопанораме. Поэтому я добавлю эффект hyperdimension. И звучок должен быть плотным. Поэтому я еще добавлю многополосную компрессию. Низы мы убираем, потому что у пищалки не должно быть низов. Должны быть только средние и высокие частоты. Слушаем это в контексте трека. Можно попробовать регулировать количество детюна на слитере А, чтобы менять тембр синта. Но почти на максимальном положении звучит клево. Добавим в наш звук хайп. Включим фильтр. И начнем, пожалуй, с реверб фильтра. Послушаем, как звучит наш треповский синт. Звучит не особо клево. Но давайте попробуем нажимать какие-нибудь ноты и двигать ручку котов. Звук получает динамику. Эту динамику можно очень легко отрегулировать, просто отмоделировав ручку котов. В случае, например, LFO-1. LFO я сделал в режиме огибающий. Вот какой хайп приобрел наш звук. Согласитесь, звучит получше. Какое-то движение есть. Отключим наш фильтр. Звучит классно, плотно, с реверберацией, но без такого движения. Вы у меня спросите, почему я сделал LFO в виде огибающей. Давайте попробуем включить режим Triggered или Off. Ну, то есть такой режим, при котором LFO постоянно зацикливается. Не круто, когда вот так вот пульсирует звук. Пускай это движение, придаваемое с помощью реверб фильтра, будет только один раз. LFO можно вообще сделать и другой по форме. Попробуем послушать этот саунд в контексте трэп бита. Согласитесь, то, что прикольно звучит. Можно вместо трэп бита сделать такой вот Carnival бит, когда на каждый бар приходится ударбочка. Звучит реально по-фестивальному. Давайте теперь поменяем фильтр. Что ж, мы зацелились на фильтре реверб. Давайте попробуем использовать All Paces фильтр. Как же звучит без фильтра? Вот как с фильтром звучит. Реально клевый такой широкий звук получается. Я чуть поменял модуляцию и сделал резонанс на All Paces фильтре. Может показаться, как будто бы отмоделирован питч у нашего синта. Но на самом деле питч меняется из-за того, что фильтр All Paces искажает фазу нашего звука. Возможно, вы помните, что если нажать на дисплей фильтра, отобразится график, как фильтр искажает фазу сигнала. Кислотно-зеленым цветом это показано. Давайте послушаем, как это звучит в контексте трека. Субтитры сделал DimaTorzok Реально получается синт для трэпа. Реально классно. Вот как с помощью двух фильтров Reverb либо All Paces можно добавить хайпа в ваш лид для трэпа. Давайте рассмотрим, как влияет на звук последний фильтр, то есть компс. Вот какой классный размазанный звук. Тут, кстати, более годно звучит, если дитюн сделать небольшой, не вот такой вот широкий. Ну да, тоже клёво звучит, но круто будет, если вы сделаете дитюн на треть. Тоже будет звучать классно. Прикольный звук получается. Звучит клёво на большом диапазоне нот. И на низких нотах классно звучит, и на высоких нотах классно звучит. Классно будет звучать, если вы будете делать такие вот резкие LFO. Что-то наподобие выстрелов из Звёздных Войн даже получается. В общем, экспериментируйте с LFO, который модулирует у вас кат-офф фильтра. Будет звучать клёво всегда. Можно модуляцию менять, можно менять скорость LFO, можно менять формулу FOD. Мне особенно нравится реверберационный хвост, который остаётся после звучания пищалки. Он такой долгий, протяжный. Немаловажен тот факт, что после реверберации стоит компрессор. Именно не перед реверберацией, а после реверберации. Вот как будет звучать, если компрессор поставить перед ревербом. Реверберация какая-то быстро получается, и кайфа от неё народ не получит. Но вот если поставить реверберацию перед компрессором, компрессор будет эту реверберацию сжимать, в итоге она будет звучать дольше. И даже насыщеннее, если правильно настроить соотношение высоких, средних и низких частот. Давайте наконец послушаем, как звучит наша пищалка без комфильтра. Думаю, получается достаточно заезженный звук. Уже многие продюсеры его использовали. Тем более он очень просто в накрутке. Просто дитюн на ослятре. И реверберация с компрессором. Даже можно не использовать hyperdimension. Но вот если мы включаем фильтр компс, или all paces, или реверб, то сразу же синт получает новомодный тембр, который ещё мало кто использовал. Но в современной бейс-музыке, как раз за счёт того, что сенсором серум появился относительно недавно, такие вот звучки уже юзаются, но они вошли в моду совсем недавно. Поэтому, используя такие вот звуки, с комп, с фильтром, например, или с all paces, вы будете в движухе именно, вы будете в теме. Поэтому возьмите себе на заметку то, что с помощью комс, all paces и реверб фильтров, которые находятся, если вы не забыли, в разделе мисс, в папочке вот этой, четвёртой, последней, с помощью этих фильтров можно новое звучание отдать звукам. Без фильтра. По-старому, заезженная, хоть и реверберация прикольная, этот звук уже много кто использовал. Включаем фильтр. И вот, звучит клёво, по-новому и прикольно. Послушаем теперь наш саунд в контексте трека. Саунд в контексте трека. Я думаю, вы обратили внимание на то, что когда наша пищалка играла в контексте треп бита, в контексте такого маленького трека, я переключал фильтры, то coms, то all paces, то reverb, то опять all paces. И в любом случае круто звучало. Если вы накрутили уже неплохую пищалку, то попробуйте поменять фильтр, поменять модуляцию ручки котов. Может быть, у вас получится накрутить более крутой саунд, чем раньше. Желаю вам получать только удовольствие во время синтеза звуков, чтобы желаемый звук, который у вас играет в голове, вы могли воплотить в синтезаторе. Попробуйте накрутить как можно больше треп пищалок, лидов, интересных синтов, используя coms, all paces или reverb фильтры. Ведь процесс достаточно прост. Берете обыкновенную пилообразную волноформу, ставите унисон, выкручиваете ручку detune, чтобы звучало так, как вам нравится, и добавляете компрессор и желаемые эффекты. Я считаю, что реверберация здесь обязательно. Ну и самое главное, это вот эти наши три фильтра. Появление этих фильтров позволило продюсерам накручивать звуки совершенно иных, интересных тембров, которые не будут звучать заезженно в новых треках. А на этом урок закончен. Встретимся в следующем видео. Продолжение следует...